Всем привет, я именно Кенти, мы продолжаем проходить третий Драк Соулс. В прошлый раз я прибыл в Воскриненную столицу, сейчас именно здесь. Насчёт доспеха и щита, я их купил с дружанки в храме. К слову, это доспех Смоуга из первой части. И здесь я сразу же пробегусь по этой локации и убью гиганта Йорма. Может не с первой попытки, но надеюсь, что хотя бы со второй. В паре песни ничего нет сложного, если знать, чем его убивать. Ладно, сюда эта горгуля не заберётся. Но, правда, и здесь есть две горгули. Одна находится вот здесь где-то, спрыгнет. А, вон. Сейчас. В общем, вон. Видите, там освечённый объект. Она спустится, как только мы спустимся вот сюда вниз. Поэтому мы просто пробегаем. Да, и вон она. Да, и уже здесь. А вот тут у нас гигант Йорм за этими туманными вратами находится. Я сначала, чтобы убрать... Сейчас. Меч, лук. Это не потребуется сменить. Хотя нет, у меня есть кольца я... Хотя... Что тут у меня есть? Нет, ничего не буду менять. Так, перекатываюсь я вроде бы нормально сейчас. Ладно, заходим. И вон... Сам гигант. Видите, там эксперимент вдалеке. Там лежит меч. А конкретно меч Повелителя Бурь. Именно им нужно убивать Йорма. Потому что обычным оружием наносится ему... ...неперлично маленький урон. Он не требует никаких характеристик для использования. Я его заряжаю, зажимая Shift и правая кнопка мыши. Так. Отбираем. И теперь на Shift правой кнопкой мыши и левой кнопкой мыши пьем. Создается такая волна. Которая наносится ему очень много урона. Правда, главное сейчас саму не умереть. Вот. Но не расходует очки и концентрации. Это и хорошо. Потому что... Не все... Улучшает... Ученость тоже. Она и отвечает за очки и концентрации. Так. Надо было уже осторожнее. Да. Думаю, надо было бы лучше подлечиться, нежели продолжать... ...уворачиваться от его ударов. Ну ничего. Босс находится не так уж и далеко, как и все боссы в третьей части. Сейчас нужно просто опять... Где лестница? Опять просто пробежаться. Это занимает даже меньше двух минут. Потому что в первой части я помню отлично одного босса. Называется Ложа Хаоса. К нему... Во-первых, нужно огромную срезку открыть. И к тому же еще самое... Бег через срезку, Ложа Хаоса занимает где-то больше трех минут. Где-то четыре или четыре с половиной. То есть уже представьте, три или четыре с половиной минуты бежать просто к боссу. А потом там умереть за пару секунд. Это кажется довольно... Сложно. Ладно, щит, думаю, там тоже бесполезен. Поэтому вот так. Так. Ну, души мне не важны. Кстати, меч не разряжается. Поэтому можно вот так таскать с собой хоть до предела. После удара отходим на безопасное расстояние. И бьем. Но вот только... Дальность атаки этим ударом довольно ограничена. Переключать свое тело. Бьем повторно. Так. Да, музыка, кстати, отличная на фоне играет. Навык вроде бы не активировался, но удар не прошел. Так. И... Вот, на примере. Так я ему... Сейчас. Так я ему наношу 57 урона. А с этим навыком наносится... Более 5-5 тысяч. Или же 6 тысяч. Так. Заряжаем. Ждем его удара. Повторный. И бьем. Ну вот и все. Собственно, от его названия только... Не. Все. Нет. Собственно, от... Его имени гигантёром... Есть только и название. Ладно, неважно. В общем, от гиганта у него есть только название. Вот это хотел сказать. Так, куда меня вызывают. Куда меня затухает. Ну да, это же так было понятно. Стойте, а души верните хоть. Ладно, а раз уж тут всё равно... Зажжён костёр, то я смогу вернуться обратно. Ведь это ж не первый чай, где нужно везде сидеть у костров, чтобы после них появиться. В третьей части, как я и говорил, достаточно костёр просто зажечь, а не сидеть у него. Кстати, насчёт того, что этот меч нужно заряжать, догадались не все поначалу. Видите, там в описании сказано, что этим мечом нужно убить гиганта Йорма. Так. Тут я хочу заменить оружие. Ланш. Дело в том, что тут сейчас появится там совщица из Холомой долины. Там у нас был ворд, и тут там совщица. В общем, дело в том, что она сильна в том плане, что постоянно атакует. Принц Лотрик в твоих руках. Пожалуйста, спаси свою душу. Скажи ему, что он должен быть... Чаша клятв. Ну, ладно. Душ за Йорма дали не так уж и много. Всего 40 тысяч. Я думаю, Йорма не убил за пару минут. Думаю, можно и танцовщицу убить. Я думаю, что он должен быть. Ладно. Ладно. Ну да, врата запираются. Поскольку это сейчас превратится в арену. В будущем, если вы умерли здесь, то врата будут открыты, и будет туманный занавес. Да, вот и наш босс. А, у него, кстати, есть... Ну да, один меч огненный, а второй появится во второй фазе. Он уже будет обладать тьмой. Ну, как с понтификом Саневаном. Но, между прочим, она довольно медленно. По сравнению с другими боссами с третьей части. Но все равно... Волна непредсказуемых ударов. Нет, драться, конечно, лоб в лоб тоже можно, только это сильно опасно. А еще во второй фазе, когда мы достанем второй меч, то начнет кружиться, как мельница. Это самый неприятный удар. Ну, палаш, конечно, короткий меч, но зато более-менее сильный. И быстрые замахи. И удары. Главное не попадаться под этот вклад. Иначе, если у вас мало здоровья, то будет мгновенная смерть. Так, а вот она достает второй меч. И понеслось. Это та самая мельница. Ее можно... Укрыться от нее с помощью перекатов. И бить. Главное, иметь при себе много выносливости. Так. Вот она. А не, она вторую меч не убирает. Просто создает небольшую бурю. Так, ну... Этот удар тоже довольно опасный. Эти столбы огня, в общем-то, были похожи на угненный шторм. Это вид пиромантии. Когда из-под земли появляется много огненных столбов. Которые тоже подбрасывают врага и игрока тоже. Ну, в том случае, если... Его окастал кто-то из врагов. Бьем обычными ударами, не сильными. Подходим. Так. А, стопа. А за что мне уголь наложить? Или это за Йорма? Я просто думал... Боюсь не использовать уголь. Вместо эстуса. Но я как-то не заметил, что у меня... Появился уголь после победы над Йормом. Подходя на дальнюю дистанцию, будьте готовы к таким ударам, или же... Ее прыжку. Но прыжок она делает крайне редко в бою. Так, и буря. Повторная. И последний удар. Ну вот и все. Просто главное уметь уворачиваться с помощью перекатов. А от брони в третьей части играть бесполезно. Потому что в третьей части основа броня ничего не решает. В отличие от первой. Да, вот врата открылись. Мне дали ше... Шестьдесят шесть тысяч душ. Ну, так сказать, сон. Потратил я всего лишь восемь аптечек. Ладно, возвращаться я не буду. За теми душами особо у меня они не нужны. Ну, а теперь подносим чашу. Без всяких боссов. Кстати, здесь довольно необычный механизм. Как бы спустится лестница, до которой можно и так допутнуть, но механика игры не позволяет. В общем, тут рыцарь режет горло. Выливается на то ли масло, то ли... Хотя, откуда масло в этой вселенной? Скорее всего, кровь или... Ну да, кровь. И после чего опускается лестница. Непонятно, как этот механизм работает, конечно. Но здесь же есть магия, поэтому не стоит искать в этом какому-то лопиху. Субтитры делал DimaTorzok Замок Лотрика. И тут есть два направления. Третья, то Срезка. В общем, там дальше основной сюжет. А вот здесь находится снедаемый король Ацейрос. Я к нему пойду в следующей серии. Там вон Хромовник стоит. Это Срезка. Ну, а на сегодня всё. С вами был Иннокентий. Всем до свидания.